получилось сезон лето как прошло после чемпионского сезона можете типа не знаю с удвоенной энергии тренировался в то час вообще ни одного дня поэтому не пошло я решил сходить в ночное заведение из новогорска сбежать и оттуда вернулся с девушкой даже сейчас не знают болельщики хоккея потому что 15-17 лет были там лучшими из таких сбивающих факторов но крайне говорим не знаю азартные игры девушки там еще что-то и они эти ребята пропадают с радаром группы когда на собираешься 120 человек там за хоккей за играю всего с года там человека 3 а если ты не учишься то есть приезжаешь пиццбург там уже макин макин тоже с макитогорска вы раньше до этого были смотрим знакомых вообще ну я мин в команду пиццбург ты приезжаешь то есть из драфтованный пиццбургом просто мы об этом еще не сказали я приехал только мама потом его уволили потому что там что когда расскажи мне что это он там по моему игрока что-то не взял которого надо было взять уже такие истории были не только сейчас да уже тогда как бы навязывали взять игрока да мы просто не взял его сняли со сборной да приветствую всех зрителей на нашем youtube канале сегодня нас очередной подкаст и он пройдет в нетрадиционном для нас формате потому что сегодня я буду выступать один без своих коллег и своих друзей и нер сегодня интервью будет не как подкаст а как я уже говорился интервью главная цель сегодня разобраться что у хоккеиста следует за их победами в профессиональном хоккее после чемпионства россии мира и как хоккеист профессиональный может адаптироваться к обычной жизни сколько это легко насколько это просто сегодня попытаемся в этих и других вопросах разобраться сегодня нас гостях начнут с регалии это и владельку как гагарина 2014 года победитель молодежного юниорского чемпионата мира серебро генеорского чемпионата мира александр петчурский сами привет что нашел время да правда прийти на наш подкаст и думаю нашим зрителям всем родителям которые смотрят наши выпуски будет интересно поделиться своими историями и забегая вперед что история будет я думаю и откровенные поучительные еще раз говорю спасибо что согласился ими поделиться как бы и возможно за смелость и за это уже отдельный благодарность тебе наверно нужно начать самых простых вопросов вообще как пришел в хоккей во сколько лет пришел хоккей как это все начиналось и кстати почему стал вратарем как вообще человек принимает решение хочу стать вратарем потому что да про тарейс про тарейси договорят что нормально чеку рота не встает как начал занимав четыре года меня родители отдали на хоккей так была инициатива родителей четыре года ничего не понимал но у нас в принципе кроме хоккей топорези в магнитогорске ничего не было вот куда-два учился на кататься потом тренер сказал вот пожалуйста ловушка с глином я не знаю годов там очень-очень старое есть кто хочет ворота встать согласился не надо это расскажи почему ты согласился помнишь ты за кадром и рассказала что выходили до пожаре с рамазаном и лавры лавры все да 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 еще тогда было вратарь буря тартунов и вот то что постоянно все все победы благодаря то есть вратарю там все аплодисменты все зрители все время только его благословляли короче хотя все лавры на себя и поэтому позиции вратаря и примере ну и красиво смотрится так вот тренер помогут выдал ловушку с блином ну там конечно что тех годов форма я не знаю если бы они еще умели бросать там играть и не знаю там точно тяжелая была форма вообще ну из конского волоса потом там и щитки затем чего затем ну сколько там во сколько лет нам давали обычную форму покупали выдавали в клубе по-разному в зависимости там а мне кажется к 11-12 годам на рт уже начинали форму выдавать сначала это изначально просили родителей покупать форму у меня родители так сказать не особо богатые были то есть не было возможности купить приобрести спасибо родителям которые помогли скинулись то есть родители имеешь ввиду команды которые были да они скидывали чтобы купить тебе квартиру форму во всех годах наверное у тебя тоже также было то что есть там пару-тройку богатых родителей которые могли себе это позволить также они оплачивали там и летали на новый год в сша в прагу два года это и по возрасту по своему себе да-да-да в детстве также лет 11 там вот этот вот конечно привод пендрый новый год и за границей в сша когда там вообще не заебываемого чего на турнир съездили в трех городах получается мы играли да там штате волбани филадельфия по-моему еще лет помощь источник тоже история была сначала нас поселили сказали ну по семьям же раньше брали разбирали двое-трое игроков у нас там один деятель пошел в магазин и стырил конечно там родители то есть которые принимали наказали все сразу же после этого на следующий город поехали тоже должны были родители в гостинице все заселились это какой возраст он был не помнишь ребятам сколько это было лет уже так лет чё дели нас и по тренадцать на мне куда по 12 хорошую историю рассказал это расскажи мне интересно тренер в команде помимо хоккея и что ты знаешь у тренера задача воспитать хоккеиста сумма там выкрудают чемпионат мира там чемпионат россии тренеру поставить этом звание заслуженный тренер россии тренят на все на это нацелен чтобы спать хоккеиста но были ли такое что тренер уделял внимание просто разностороннему развитию личности уделял внимание то не знаю поведение там в быту просто обращал на какие-то личности и качества человек что там не знают вспомни как учу тренера своего круга не было до кроме хоккей на не знаю кроме хоккей от мне интересно как тогда уже тренер выстроил коммуникацию в команде внутри другие ценности подсвечивались у нас он такой строгий бы мы его боялись очень сильно нашего детского тренера андрея владимировича он такой жесткий был как тактик то он вообще ничего по моему не выиграл но как человек он так мужиков воспитывал то есть он мог там и втетерить в грудь чтобы не было грудину и потом клюшки пошли мам там раздавал вообще легко ну я неприветствую училась что сдал и там даже раз было то что игра какая-то у нас было тоже между старшим годом или младшим и один родитель увидел то что на скамейке тот бьет его клюшкой подошки сильно родитель прибежал на скамейку и начали драться короче первым не привести сейчас встречается в нашем хоккее да расскажи вот то есть ты пришел хоккей захотел стать вратарем потому что и все лавры вратарю происходит и вот вы в команде занимаетесь расскажи как начали самые первые турниры там на первенство регионов уже когда начались какие-то первые успехи в этом и ты понимал что это возможно получится связать свою жизнь хоккеем стать профессиональным хоккеем уже такие первые мелкие победы вот когда начинали все сказать у нас год такой не особо сильно был девяносто у нас то есть я по-моему с детской командой вообще ни одной из ни одной медали у нас не было то есть даже не третьего второго первого места первые медали у нас пошли меня пошли вот как раз региона сначала но у нас сильный был регион трактор школа у нас было вообще потрясающе как это мы не составила с нашего сейчас ребят потому что слуху для всех лечка хоккея у райского региона ну да вот это много воина слова лазарев антон играл раньше сейчас помню не знаю можно закончить будет играть в белоусов алистратов маша вот раньше тоже играл рано начал тоже там играть там дугин дугин вот так носа супер из регионов происходит и вы там что вы играете в уральске или как уральске мы постоянно все все турниры абсолютно вообще выиграли хотя там центр был очень сильно потому что там ярославль сначала была команда я подожди началось москва была сильная потому что спартак всех скупал вообще всех звезд потом у нас один был турнир он сразу в начале сезона нас собрали турнир был воскресенский по моему да то есть первый раз за собрал шаянов анри владимирович сборную россии 90-го года и регионы куча спал уже вальские москва также полный центр этом занять третье место и вот то что там за получилось сыграть удачно дали лучшего вратаря и вот после этого как-то и поперло можно сказать лучше вратарь почты напомни за сборную регионов не на горные войне и не россии смысле в основном москвичи странно было бы что если бы тренер с магнитогорска ты взял бы и вот куча смотри тебя тренер с магнитогорска который является тренером сборной берет тебя сборный вы идите миссии на турнир уже наследно это уже следующий получается расскажет о старых в этом глина и в самолете вроде бы друзья общаетесь как начинается гадали в команду как начинается сборы там новогорске вообще там враг народа не знаю во всем виноваты что ходит на меня фыркает постоянно я уже потом начинаю начал принимать что это специально чтобы ему там не предъявляли то что меня там обуза по оплату берут там моя игра доказывал тоже все по делу было в том чем у нас потом регионы также все выигрывать после перебора так что рассказать проверку ну да смотри как как вы получается полетели сборные считай сыграли сборные как вообще выступали к там какие места как сборные общение когда анрио викторович был мы в основном вторым основным чем по вам первым основным одну медель турнир не выиграли потом его уволили потому что там что когда расскажи что это он там по моему игрока что-то не взял которого надо было то есть надо было взять вот это уже такие истории были не только сейчас да уже тогда как бы навязывали взять игрока да да мы просто не взял его до него сняли со сборной да ну там влиятельный такой парень был значит играет если без фамилии да 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 они играет но вот сняли его хотя бы там сборную вообще все все ребята были довольны и он такой был поставили бирюкова среди цисковского уже на следующий сезон и вот с ним как вот вот пошло во всем все турниры абсолютно выигрались вот прям абсолютно все хотят как тренеры расскажи какие-то мастер есть как не что слабый как тренер да выиграли просто игроки сам себе да 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 я так считаю то что это вот получилось кино воробьев . кино как вы собрал команду почему-то уволили я сам даже не знаю почему стал воробьев не не воробьев канарейкин ты достал а кинон ты мишину все скингом все понял понятно и они стали чемпионом сейчас заслуга здесь я не буду ничего комментировать на этот счет так мы честно и поехали на сборную первый турнир сборной юнеркин от мира вот расскажи который ты поехал за 89 за год старше да у нас потому что сильная сборная была девяносто года то много перспективных было игроков и взяли пятерку получается вратаря нашего года девяносто там главный тренер был мистер подпородина там тоже сильная команда черепа черепанов что с магнитки мы летели вместе с чурля и решали что там вторым вратарем как бы ехал там вообще должен был ехать по моему волошин димас но он всегда был сборную то есть что-то не взяли 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 меня турнир на одну групповой турнир по-моему один матч медали сыграть какой слабой команды типа швейцарии что-нибудь потом вот дошли до полуфинала в полуфинале сыграл там тоже полу матча тоже и удачно финале начал играть неожиданно для себя не полуфинала по моему в этом что проиграли полуфинал да сколько там 2-4 или как там 1-3 то есть портре поменяли тебя поставили по ходу игры в полуфинал выиграли и на финальную игру ставят тебе ворота и как игра началась финальная игра началась с кем финал был тогда с сша первые пять минут по 0-2 или 0-3 для меня закончился финал поменяли да ну там вообще там игра такая веселая была в итоге выиграли этот турнир выиграли да вот золотым черепах шестую так вот и все на радостях думаешь осчурляем прием нас встречать будут мои токорские репорта там телевизионные цветы все это все слова да летаем в москву а там базировалась наш еще команду то есть тоже конец сезона был завершающий сбор девяносто-го года сейчас спорный мир саша побудь пожалуйста еще здесь я говорю только не сезон смысл там еще и турнир где-то у нас подмосковье и не международная просто команды какие-то слышки верит на еще на турнирчик надо съесть ну ладно выиграли турнир потом смотрю параллельно когда турниру сборы были в новогорске еще когда он остался там смотрю там по видео или по телевизору как чурляю встречали там просто чуть ли не красную дорожку его выкатили тоже ты можешь как и рассказывать телевизор короче повезло ему он с я приехал я только мама честно честно не получилось честно не получилось вот единственное то что у нас с миши потом здесь еще в этот сезон выиграл металлур чемпионат россии да как раз вот на этой арене по-моему первый год играли нас смешание попросили этот кубок вынести то что начали на кубок их все нас так и через год получи смотри ты сейчас выиграл за ребят за год старше через год уже за свой возраст поехал получается вот на тоже ешьте от мира и там получится вы вторыми становитесь там чуть-чуть похоже чем года там сюда также за минут пять первых 4 поехали ну я как обычно как финал закончился с канадцами счет не помнишь но напомним 08 и после этого убирались так и дальше как складывается карьера то есть ты побывал на 2 и нюшки чатах мира потом тебя в этот период уже привлекали сюда в первую команду металлург или аликали как вот это послалилась после чемпионского после первого в 2007 году в первый раз позвали на сборы с первой команды кто там был из тех ребят было такое что захочешь одевалку там вау это тот игрок который там стрел по телевизору были такие ребятка только так зашел это и мы не там были много как огорода хочу шоу марок марок когда было по моему тогда в первую поездку поехал когда сперва команда с ним и жил скромный подгромный очень так на первой команде знает что что ты молодой вратарь под тебя там не знаю как говорится там под свое крыло брал подсказывали бы просто сам по себе говорится варился оставил основном были молодые с молодыми начались из опытных ничего такого там и и не было получается насколько сложного третьему вратарю заниматься первой команде ты говоришь что даже на тренировках участвует только первый второй вратарь но стоит отбивает броски 3 вратарь просто катается просто да 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 почему все так происходит то есть третьем вратарь он то есть и не тренируется и не играет и что вот потом происходит деградация происходит в этом случае всегда лучше если есть возможность куда-то пойти в аренду просить руководство отпустить их там на понижение даже вышку куда-то там фарм клуб играть где-то то есть в любом случае нужна практика также пересезонка начинается так бы по силам не было съесть конечно но там раньше было так то что там у них зарплаты были больше во первых у меня не это решало да то что надо с контрактом больше чтобы он просто играл от работа говорят свой контракт да да и мне тренеру 3 сказал подожди все перепутали короче вот тогда тогда был пресс крюков умезен я весь сезон этот протренировался так сказать около бортика третьем вратарем и под новый год поменялся был величкин у нас поставили потом тарасова и вот он с ним удалось договориться чтобы уехать в аренду в америку играли канаду под новый год меня отпустили там было а был еще этот молодежный от мира и там меня на финальные сборы вот перед чемпионатом мира не пригласили сначала там тот получил травму потом вызвали меня в экстренном случае поехал туда то есть с прицелом таким то что я сразу останусь там еще отмерки тоже к северной америке ты думал что турнир отыграешь и останешься там уже в клубе который ты хотел я так и согласился поэтому сборную ехать я так не поехал все приезжаю туда на сборы не 5 наверное тренировался потому что мы уже сразу отлет был за дня два у нас дают выходной за два дня до вылет я решил там сходить ночное заведение из новогорска сбежать видел и оттуда вернулся там с девушкой не знаю как на этом но в ходе а потом один фиг это всего выяснилось тренеру знал отчислить спорта нет мы взяли снать он у меня полетел с ними команду и до 1 3 на пауза жмем как-то получилось что типа ты в сборной вот вроде ехать на молодежь от мира и как бы позволяешь такую вольность там не знаю хоть и ночной клуб ну как так не знаю что вот можешь от это совершенно своего опыта нам сказать там молодым ребятам которые там только 18 19 20 лет начинает как бы ну так сказать нюхать взрослых хоккей получает там первый контакт какие-то первые приглашения только не знаю соблазн вроде есть рядом вроде вот и чуть-чуть и у тебя уже там принципе какие-то победы рядом поделись этим опытом как так не знают что происходит да скорее всего я просто и раньше за где вопроса прокатывала здесь не прокатила вообще на масса тише в сборную это в новогорск пригласить там кого забегая вперед сейчас мы дальше истории с тобой раскрутим принципе дайте как бы такие сбивающие факторы они наверное и являются до ключевым делать ну вообще процессе становления карьеры хоккеиста где конечно это всем нам мешает очень сильно мешают красно по-моему там и нет еще деньги так на это не получал больше надо подорвался дома свой господи решил сходить но это мешает на согласен эти все отвлекают факторы у меня в моем случае это вообще стопроцентное попадание что даже должен что-то и молодой парень тебе возможно не закатите там белая пелена на глазах а тебе сложно понять что ты делаешь неправильное решение кто должен помочь тренер родители не знаю там может какой-то в команде уже быть психолог и последит эту проблему указать не знаю что типа но ты там не да и обрати внимание там что ты делаешь помимо хоккей к тем к матчам там готовишься и так далее кто это должен есть подскажи кто же поможет от того время еще не было такого психолога мы работаем наш в первой команде по-моему не был очень какого 2008 я думаю что и тренер должен видеть подсказывать как-то ограждать это может быть родителям сказать что нужно там приглядеть за ним ограничить его в чем-то там но хотя может быть и наоборот чересчур такое ограничение может быть золотая середина здесь нету рецепт возьмем ну потому что все люди разные ко всем подход должен быть разные такого рецепта что этого нужно не знаю вот там закрыть дома не выпускать а другим там не знаю там делать дать ему вольности там какой-то и так далее да это должно мне кажется и до самого парня доходим уже такой возраст не дошло да ты знаешь что сколько ребят были очень талантливых которые даже сейчас не знают болельщики хоккея потому что на этом 15-17 лет были там лучшими из таких сбивающих факторов но крайне говорим там не знаю и там азартные игры девушки там еще что-то и они эти ребята пропадают с радаров очень много таких примеров очень-очень много слабые воли может одновременно надеюсь на опять возвращаемся к вопросу о том что если хоккеист думал не только а хоккей а где-то может быть там развивался всесторонне не знаю там и честно говорим просто банальных вещах там а 4 литературы и еще чего-то вот это сейчас отмотаем назад в детскую школу вот детский тренер у вас как-то обращал на это внимание на учебу ли вас вот кстати да расскажи помнишь в лице и вам там да да на учебу принципе можно было не ходить вот только занимайся хоккеем и в принципе не обращали на это внимание нас чуть ли там не палки вы после девятого класса не заставляют спортклассом 7 организовали там вы как учились то есть и по плашке были отпускали на тренировки на игры и учителя так закрывали глаза там тройка по-любому будет и после 9 класса на заставляли как заставляли попросили пойти в пл-13 мог прочно на лице вместо того то чтобы закончить там 10 11 классную мылеваю в одной как говорились котле чтобы не было проблем с учебой тренеров допустим с учителями понятно давали повлажка занимаясь вот все судья ради хоккея тренировки хоккей учебы как бы второстепенно на мое как бы сугубо личное мнение что ты можешь там не знаю там под предмету там имеет им тройку там ради требует четверку на четверку я думаю требовать из-за того чтобы это просто тебе там знание были незам по физике по химии это просто твоя прилежность твоя ответственность каким-то делам вне хоккея что ты должен не только на тренировке стараться пахать но и стараться быть прилежным в учебе там выполнять все задания своевременно и именно эти качества это именно прилежность ответственность я думаю но и потом перенесут на свою общую карьеру что поможет тебе но эти сбивающие факторы избежать поэтому здесь как бы ну вот нужно обращать внимание на детей на подростков уделяем внимание не только хоккей не только сходить с ума да 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 я считаю что это и в первую очередь нужно обращать внимание на учебу на чем спорт это а мой потом в хоккей даже помогать конечно у тебя там развивается все в голове то есть у тебя и мышление другое большую кругозор и помимо нас надела в начале группы когда она собирается 120 человек там хоккей заиграю всего с года там ночи человека 3 а если ты не учишься что-то вот закончил в девятнадцать восемнадцать лет и что там куда пойти ничего не умеешь кроме этих шайбутлюшки ничего не видно это тяжело надо по-любому учиться хорошо вернемся к сборной получается тебя в итоге берут сборную даже после этого инцидента похода прилетаешь в сборную начат мира уже и там как вообще события развиваешься там происходит до меня то есть у нас была первая тренировка ледовая посмотрел списки меня нет игра чем не делать не берет на девочек больше абсолютно то есть ты со сборной обороте другой находишься и те просто иди куда даже не побудь с нами даже билетом не были настолько мне даже сказать мне сказали мне в гостинице усилят игрите один день завтра не было там другой человек приезжает серьезно с канадой да нет тебя вообще брать в москве не оставили ничего не надо везли нет я вообще поехал бежать и северной америки потом оставаться клуб ехать сюда приехал туда два на благо там был друг моего детства миша висенком в канаде уже играл и помог то есть у него с английском все было в порядке он помог связаться с руководством вот куда я в новый клуб поехал в америку и там они мне заказали билет то есть там встретили слава богу слава богу что все это добрался до места ну тяжело ты конечно первое время было очень вот барьер языковой барьер одно спасало то что там еще был один парень русскоговорящий с белоруссии дрозд сыграл там сколько начали сыграл еще до нового года четыре игры что ли да он четыре игры чем поздно вот последняя игра перед нхл последняя игра была у нас там семь вечера что ли как раз на эту игру приехала скаут с пицтбурга русскоговорящий он так приехал посмотреть просто на меня короче во время нашего матча получает травму флори у них игра ванкувере и то есть у них нет возможности вызвать с фарм клуба потому что он не успел ты рассказываешь я чувствую что прямо сказка это это покой так просто кино кино то есть нет возможности приехать с фарм клуба потому что он далеко находится то есть он не успеет никак в конкур к игре и все пришлось меня ехать туда после игры то есть я еще после игры всю ночь не спал там на нервах ехать в нхл прилетел где-то там с пересадками кстати подожди то есть приезжаешь пицтбург там уже молкин молкин тоже с моего тагорска вы раньше до этого были смотрим знаком как-то вообще ну именно в команду пицтбург ты приезжаешь то есть и задрафтованный пицтбургом просто мы об этом еще не сказали пицтбургом приезжаешь команду ты до этого с молкин где-то пересекался был знакомый однажды виделись мы однажды тоже произошел инцидентно больше не общаюсь сидят одно получилось так что машину его чуть-чуть разбил рядом так приезжаешь сюда в команды там не знаю легенды все кто там гончар играл кроме расскажут я даже сейчас представляю мы уже не играем они до сих пор играют они до сих пор легенды и как-то заходишь на раздевалку и что единственный гончар не играет ну да я тяже тренер ванкуверик создаешь ванкувере с тренером пишет все совпадает так что захожу раздевалку все пошел здоровался совсем по русски это история по всей раздевалке проходить отмалчивался потому что это было вообще скромняга короче парень просто вышел бы тренировался там благо то что ты тренер главный подъезжал постоянно пока тренер там был балзман все понял да они как раз после чемпионского года в прошлом году в девятом году ты приходишь на выиграли по моему восьмом или нет я мне было 19 лет это было уже по моему январе это двадцатый ночью году 2010 2010 они в девятом выиграли вот прошла раскатка кое-как выдержал потому что без нас все еще и с перелетами играл день ранее там можете посмотреть на потом на ютубе там вставки сделаем обязательно там с игры там с этих айлайтов ну повезло то что как повезло команде не повезло повезло что вратарь начал там пропускать и так вышло что мне пришлось выпускать кисты и сейчас опять момент был такой не рассказал что ты приезжаешь форму изготовили щитки которые были под раскраску пицбурга и пришлось других щитками на это мне за это там не проходили по стандартному мои щитки не знаю почему проходили типа там они уже вратарей или там нет там был прикол то что какой-то разрез просто им не понравилось и из-за этого не допустили а по размеру все нормально было пришлось выше выйти до щитках флэреет но этот что понимал это просто заново учиться кататься я не знаю можно сказать нереально не знаю чем мне там помогло я не знаю кто там молился за меня же так же случилось удачно сыграл подарили после матча там все поздравили похлопали хоть и проиграли 26 подарили майку не оттуда шайбу вручил кронби после игры все день закончился а после этого не знаю но даже раздела кинька не общался с ребятами со всеми легендарными хоккеистами там кронби кончалка стеснялся еще первое время как себя вести там всего неделю неделю сколько две недели в америке уже ван хелл сыграл вот если бы девушку тогда не привел тебя из команды отчислили и получается ты сыграл ван хелл как говорится не было бы несчастья если так случилось и после этого матча все отправляют обратно но молодежную команду это какая лига попали финал ну хорош хороший сезон у нас получился потом впервые по моему вообще за историю этого клуба чуть попали финал выиграли свою конференцию попали финал это там финал на анхаловской арене в калвере проходила играли на своей арене а финал именно калкаре нет калкаре не весь сезон играли там составляли получается график скорее всего ну как у нас и там точно так же на каждую каждый матч юниорке также ходит полный стадион видел может вот это мешкопад самый ниже рекордом поставим получать там то есть ты сезон заканчиваешь это забегая вперед быстро перемотаем там сезон сыграл один сыграл сколько сезон два сезона меня в этот сезон в этом сезоне у меня получилось а четыре лиги сыграл мхл вот оба мечелы мхл не газа не создаю четыре лиги после двух сезона до северной америки ты возвращаешься в россию и сколько сезон северной америки северной америки ты провел или три зона полтора путь и потом то есть приезжаешь металлург и опять у тебя там какая роль 2 вратаря 3 вратаря 5 после этого сезона я приехал в после первого сезона в америку приехал домой у меня еще был по моему действующий контракт с магниткой на один год то есть ты в северной америки в аренде да в аренде просто приехал в магнитку вот как раз тогда был там килошвили и вот которого не запомнил боксник прохожу предсезонку тренером был этот белосов и сразу там после германии германии по моему на сборы были после германии подошел тренер ротарей говорит но вряд ли ты здесь будешь это играть опять будешь стоять около бортика так что ищи себе клуб лучше и вот приняли решение также мне пошли на уступки руководства отправили но то так же дали возможность уехать туда в канаду потому что там ждали также приехал в канаду и сыграл пару игр на занял к таки потом позвонили список выиграть приезжай на сборах пиццбург там как раз новый стадион вот открыли вот только запустили на первую тренировку также пришло 2015 вообще на самом деле малкин даже был в шоке там все там сколько я был может недели две на пиццбурге на причем туда просто там пару матчей выставочных посмотрел просто сложили костюмчики там про ну там довольны были все отправили обратно в юниорку сыграл в юниорке и получается в матче три или четыре но там один один удачно один более-менее два неудачных и там я как раз попал под лимит то что три игрока три или четыре игрока моего возраста могли бы играть попал под такую ерунду под мясорезку и меня слили ну ладно разрешили там тренироваться как агент клуб искал думал куда-то там там же по лиге искал варианты там портланд был вариант короче не срослось и отправили меня в си чел это не в си чел это централ хоккей или центральных хоккейных лигах там уже взрослые к типа наши вышки с врослыми ребятами сезон провел ни одного русского но тогда уже на второй год я поехал уже английский больной разговаривал точно там что-то опять первом раунде у нас не особо сильная команда была в первом раунде проиграли но сезон тоже неплохо у меня получился там тоже лучшего новичка дали команды после этого уехал в ахл после сезона я уже домой хотел это тоже сильно скучал сильно вообще поехал в ахл там тоже плео провел с ними улетел домой и подписал получается уже смогли хотя там предлагали в ахл остаться на один год контракт сейчас думаю что надо было конечно скажи поподробнее получается у словно варианты находишь северной америки много денег не зарабатываешь вот им это власти предлагает там контракт на 3 года да там с хорошими деньгами ну и по и вот здесь выбор между тем что хочется зарабатывать хочется денег между тем чтобы играть и игровую практику ты как бы аourage пойти магнитогор спортам ну заработать полосить контракт частой уже анализируй что лучше куда выбирать игровую практику на лучше играть нежели сейчас там какие-то сразу просить там я не хотела сложно только хочется же не хочет зарабатывать да и как я еще не желаю ребятам камни с такой семьи наверное богатый и то есть я прилетал допустим на лето без денег абсолютно то есть и дома не было денег опять улетал туда в америку там тоже опять может сказать выживал это мне не нужно были деньги особо но приезжал все равно без денег и вот и поговорил посоветовался с матерью монка сказал то что здесь уже останемся там то есть гарантии тоже никакой не было то есть год сахар то есть это даже не двухсторонний не было просто односторонняя х но агент говорил то что это ни о чем не говорит тебя также могут вызвать в нхл что это односторонний контракт и вот как 10 молодым ребятам выбирать не за тем что ты уже хочешь зарабатывать как будто вот уже близко твой какой-то там контракт но ты там будешь вторым третьим артарем ты там не будешь играть либо выбирать клуб там не знаю по слабее уровнем по слабее лиги и играть как у 10 же соблаз есть зарабатывать деньги как от выбрать все-таки игровую практику конечно лучше играть но я не знаю если бы я остался в америке заиграл бы нам хотя шанс бы дали по-любому от меня бы все зависело как бы себя проявил но я сейчас сто процентов могу сказать не надо либо идти там на понижение лиги но играть игровая практика нужна примеров сейчас много вот с нижнекам в нижнекамске парень долганов он всю жизнь проиграл в вышке в ижевске вышцале которая команда там в плов вообще ни разу по моему за последние лет пять не попал то есть он постоянно был в тонусе постоянно постоянно играл хоть и проигрывали но постоянно был бросков нагружали и вот дали шанс нижнекамске вам все показалось примеров так и фига тот же белялов который тоже он выжил на данный вышки вообще в очень много прожил и значит где случается твой перелом момент то есть ты возвращаешься мордогорск подписываешь контракт на три года и не играешь сезон или играешься но как там нет там был гелашвили и просто куляк 2 шильдаю обру аханин помню тогда ничего себе на охленины но нету я приехал меня отправили вот это хорошо то что меня отправили в фармклуб орск да вот там я почти весь сезон отыграл вообще в отличие мы там шли на втором месте или на третьем потом меня плов забирают магнитка они сразу я считаю там сыграл тоже весь полотно вылетели да потому что там вратари тоже без игровой практики также около там и тут наверно не играл и нет просто было в третьем прокатался все на следующий год с кином мы выиграли тот год играл когда вы играли с кином или да ну вот я с васи же был мы да сколько я сыграла но там я вторым был я тренировался хотя бы третьего не подпускали а третье у нас тут он был то в этот помню не вспомнил там я хоть тренировался ну и сыграл может игр 10 там путь в обоих хоть я чувствовал себя но все равно то есть выиграете чемпион с выиграете куба гагарина и потом как вообще не знаю лето после этого проходки те мысли тебе будет еще год контракта остается да еще один год был ничего не предвещало беды потому что там и даже виктор филиппович подходил на празднование говорил все будет нормально на следующий год все будет хорошо типа будешь больше играть намного все начинается сезон что у васи там не пошло или чё или он травму что-то получил и у меня что-то не особо этот сезон задался все обменяли в хабаровск там тоже вот этот пол сезона у меня перед новым годом получился прямо у меня вот эти хабаровске не то что там сыграть дали одну игру и все если отмотать как бы не пошло внутри спортсмена не какой-то же фарт не пошло и все энергии как-то много час анализируя если какие-то причины почему не пошло что не туда за меня и поведение такое было то есть я до строился конечно когда меняли хабаровск это с другой стороны я понимал что может быть и буду больше играть там вот лишь не получилось одну игру все сыграл мне если отмотать сезон то лето как прошло после чемпионского сезона можете типа не знаю судовой энергии тренировался в той части вообще ни одного раза ни одного дня так может поэтому не пошло мы когда мы с этим связаны всю жизнь я так не видит не тренировался мы когда-то сезон уже шли иногда надо обязательно тренироваться эти пять час как бы второй совет по нашему с такому подкасту первое интервью что тренироваться летом но я обязательно да иначе в этом советуете не знаю я считаю что и надо соскучиться по хоккея за лето то есть вот я сейчас можете при этом скажу с илюх когда играли вместе с илюхой проскоряковым тоже он вообще ни разу не тренируется летом либо нервы не встает на лед ни разу я точно не помню также берет нас соскучиться по льду у всех да сейчас много как бы же различных там youtube каналов все рассказывают кто строит свою подготовку то вообще на лед не выходит на земле опять же они же тренируются так же ты типа до пресезонки вообще ничего типа не делаешь у меня был один сезон у нас был генеральный менеджер этот где мы не восемьдесят девятом был еще сын играл магнитогорский да 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 генеральный менеджер Куприянов я что-то прилетел из Америки или что-то слетал в Турцию потом у нас сборы начинались что-то в июле восстановительные они тоже в июле в июле все команды 10 числа я покупаю путевку 2 июля на две недели в Турцию как так вообще расскажи ну что ты у тебя 10 июля командные сборы ты 2 июля на две недели покупаешь или на 10 дней что-то такое короче я там на день или на два даже не знаю типа вот не очковал как сейчас приеду я пришел с сестрой со старшей он говорит мы уже купили билеты путевку он ничего пошел на уступки и отпустил нас реально да это к вам год вот как раз после Америки был да такие истории были и как то что я лето вообще я вообще я просто в голове не укладываю у тебя призомка начинается и спокойненько да лето я не знаю как вообще пошел да сейчас вообще даже не представляю тогда мне казалось это нормально господи на день опоздали на сборы загореленький приехал на сборы и все то есть там все ребята в форме ну уже там где-то готовы да 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 и как ты сезон хочешь когда все плюс-минус в форме вообще нормально а что 2 недели 2 месяца еще до сбора ой до сезона 2 месяца сборов вообще спокойно ну тяжеловато конечно в начале ну там же потихоньку вот там сразу не дают никакие нагрузки потихонечку ходишь на льду кстати нормально всегда было вот земля тяжеловато мне давалось вообще бегай тест купера это вообще кошмар я столько их пробежал за всю карьеру хотя у меня такая относительно недолгая карьера один сезончик я попал вообще сильно вот в Амуре с Мисхатом у нас были каждый день тест купера это зарядка каждый день а вечером еще кроссы там по 10 где там по 8 километров все старые школы это я уже кхл да все равно кхл уже да это 15-16 какой-то год подожди в 14 выиграли 15-16-18 нет нет у нас поможет не 15-16 причем до этого тоже бегали ну так сильно вот с получать с Канарейкиным с Белоусом когда я в сбору проходил с магнитки когда вот еще прошел сборы с Кинаном у нас ни одного кросса не было ни одного Купера вообще не было настолько велосипед был по пульсу и все даже каждый выпускник бежишь смотришь полчаса там по пульсу 150 крутишь и все а как вот расскажи в командах проходил уже во взрослых командах в морге досуг там не знаю в самолете как бы что время это делали после игр как проводить досуг там не знаю картишки вот это все картишки и планшеты все сейчас просто развивается такой да подход что хоккеисты даже во взрослой команде там сопровождают там есть там и финансовый консультант есть как бы и различные там курсы потому как вообще свою жизнь обустроить вне хоккея то есть принципе у вас еще в тот время ничего не было не подсказывал даже не то как бы не задумывался что карьера может закончиться быстро и да переходя к тому моменту что помимо карьеры быстро заканчиваются как бы те финансы те средства которые ты в обычной жизни не заработаешь и вот как вот не знаю сейчас мы закончил хоккея закончились деньги все какой можно не знаю совет дать ребятам которые сейчас играют либо у вас молодые вот начинают они как им сделать так что они сейчас уже задумывались о окончании своей карьеры походу это ну расходы да она строим надо найти окружение такое порядочное то есть кто те может подсказать поддержать направить там сказать там не иди клуб перед игрой или же живет там сохранить деньги дайдам половина маме я не знаю мамам молодые ребята это не сейчас начали могут они зарабатывают вкладывать и никуда не надо перед ними сейчас если бы так отметить вот какой бы ты сейчас совет сам себе молодому и безъел чтобы заняться возможно бы как-то нам чуть-чуть подкорректировать доход уже сколько думал этих я уже успел там комбинате на не на комбинате на заводе там это рассказывал работать там уже ребята спрашивали сколько ты зарабатывался наговорил сумма ты вообще кошмары ничего не купил себе я верю он так и лишь как получилось вот там даже эти джи себе шки знаешь есть никого джи себе типа трактора не стоит там по 5 миллионов вот эти где что я не каждый месяц . 500 тысяч рублей вот эти парочку купил вы уже сидел спокойно нечем мы что и не задумываться на это конечно не говоря уже квартира в машины покупал блатовал короче не одежду так делать нельзя и поэтому не знаю сейчас повторюсь о том что есть различные программы по реабилитации хоккеистов профессиональных посылок не завершает карьеру там несколько факторов которые мы можем подсветить это первое что просто вот закончился хоккей и как бы ребята не знают чем себя занять куда пойти чем заниматься фактор такой очень важный я думаю все начинается еще детской школы занимаешься хоккеем к дате влечение только один хоккей с очень только на хоккей ты не разносторонний наверное это бьет что потом хоккей заканчивается и ты как бы не можешь нигде найти и заканчиваться как мы уже сказали поймать какие заканчиваете контракты которые про сюда большие деньги нужно их в обычной жизни очень чертки деньги заработать тоже привык к этому уровню жизни к этому уровню доходов начинается там не знаю различные проблемы там хоккеисты и невозможно заработать доступ не воровать и что тогда не знаю вот ситуации но это как ладно сейчас благо вот антоха королёв доделали этот проект тоже мое время просто не было таких то есть когда я заканчивал только что у меня уже прошло сколько четыре года как и закон купить надо обратиться ну я думаю вот посмотрите видео и я ему напрямую позвоню думаю такими ребятами занимается заинтересовать чтобы помогать хоккеистам есть просто почему основной по ссылке в интервью который мы собираемся выпуске рассказать вообще как правильно тренировать детей там у нас был выпуск как ген-менеджер работает выпуск был там с другими гостями и сейчас вот выпуск с профессиональным хоккеистом когда я хочу быть плохим примером хочу говорить что это реальный пример реальный пример что все таких все подсвечают только то что кубки медали победители олимпийских игр там игра в нхл и ты заточен только на хоккей но даже сыграв игру в нхл даже победить кубки гаэр на чайта мира это еще не гарантия того что да как бы все рождены бывшего живого супер и поэтому мы всегда об этом говорим пропагандируем за разностороннее развитие хоккеистов суп они и только в хоккей учились научились других областях да я думаю у них как бы карьеры сложится хорошо и после карьеры будут думаю тоже все складывается замечательное и получается а сейчас после карьеры закончилась как тебе не знаю есть ли страсть хоккея хочет вернуться хоккей как ты не завидишь себя в хоккей не видишь какие внутренние вообще изначально очень сильно хотел отдохнуть от хоккей потому что больше всего это сборы конечно я ненавидел сначала хотел отдохнуть потому что устал от хоккея прям сильно спустя два года и через год я захотел вернуться опять обзванивал клубы чтобы хотя бы на просмотр на просмотровый меня контракт куда-то взяли везде отказ получил потом пошел с документами сюда в хоккейную школу тоже отдал ну уже тренер тренер тренера попробовать там все занято до сих пор похоже занято где даже возьму примерно вы сказать чтобы попасть даже в детскую школу у меня там москве там ушло порядка там шести лет чтобы ты просто ну по партийной школы мог там работать на что не так просто потому что каждый год сколько заканчивать профессиональный хоккеист на карьеру сколько каждый год выпускается ребят из молодежной лиги высшей лиги с детской школы из институтов выпускаются а команд не так много чтобы попасть и работать тренера поэтому это как бы что тренеров сложно устроиться сложно попасть но реально да реально там тоже конкуренция такая же большая среди там и грязи наверно также и в опыт спрашиваю чтобы было как у кого опыт если только закончил год назад допустим это да ну везде знаешь свои истории сейчас у нас и в молодежной команды команд к хэл берут ребят которые там только заканчивать карьеру и они просто ноются там но тренерами но мы будем говорить что все равно него имя за него говорит же он раз и и стал тренером как бы это вот так и в итоге не дают же шанс получается в итоге на право детскую школу как бы пока места нет и пока ты как на паузе в подвешенном состоянии если он у королевых хорошо а участном как вообще жизнь после хоккей просто на проходит что вообще не знает что что можно рассказать становилось вообще эти говорят то что привык жить в режиме жил получается там с четырех до двадцати восьми до двадцати девяти лет у тебя есть четкое расписание я на в режиме там понятно что два месяца там отдохнуть погулять потом все вот эти 10 месяцев ты вообще в режиме варки вот в этой хоккейной привык уже и как бы но тяжело конечно было по первому по первому времени да и сейчас также сейчас уже как надо брать себя в руки на тяжело перестраиваться и персональной карьеры и в обычную жизнь искать заходить так это все по-другому и наверное прежде чем подытожить наш сегодняшний разговор хотелось бы поблагодарить хоккейный магазин овертайм который предоставляет нам площадку для съемок наших очередных и вот тезисный итог так что же нужно делать хоккеисту который не знаю давай начнем с лет четырнадцати занимается хоккеем как нужно устроить свою жизнь в хоккее около хоккея чтобы обезопасить себя но от тех до ошибок которые когда у тебя там случились чтобы хочется безусловно мне как тренеру хочется чтобы мои воспитанники дошли до команд мастеров выигрывали там чемпионаты россии это мира конечно хочется но я для себя ставлю цель и что не только обращать внимание на этих двух которые меня заиграют еще остальные там два человека который команде есть тоже помочь им развиваться тоже им помочь найти свое место в жизни мне кажется это основная миссия тренера к это только изучен на хоккей на это ты только для этих двух остальные 20 получается как бы тебе не нужны вот это неправильно поэтому хотя это сложно руку даже это из уголовную там кого кто-то в тюрьме этом заканчивается даже делать статистику анализирую по нашему возрасту по нашим ребятам нас три человека там сейчас играют в кхл так где-то три человека еще выше лиги там еще два помимо меня помимо меня еще два а человека тренера работает один исход был что у нас человек да в тюрьме сидел поэтому я думаю что те кто занимался хоккеем и в каждом возрасте есть такие истории что ребята где-то сворачивают но не на ту дорожку на тропинку потому что был только хоккей во всех сми во всех медиах только же и подсвечиваются результаты чемпионство побед ярких медалей никто смотрит на обратную сторону что за этим всем стоит какой ценой достигается эти победы и что самое главное происходит после этих побед как создается вообще жизнь этих ребят когда я профессиональная карьера закончилась и не знают то что сейчас клуба не звонит и не спрашивает там саш на чудо как там тяже листья там те не помогает поэтому это это горькая правда которая что нужно обращать внимание нужно рассказывать и чтобы об этом всех историях ну знали занят не то что даже с клуба вообще даже который рядом около даже вот на стола когда гола люди такие были тоже которые вроде когда ты на как сказать на хайпинг на наконец-то они очень много древних играла у тебя денежка там есть да ты за всех платишь холишь я хочу и то есть их очень много было а как все закончилось их и нет вообще никто все про вообще все испарились так что и надо вот окружение около себя такое найти которая будет любого в любом случае там тебя поддерживать ну понятно что родители дать я буду в любом случае повернуть то есть но и должны быть там друзья которые могут тебе подсказать там вот как я уже повторюсь там не нужно этого делать на тему тренировку там завтра вставать или еще что-то там куда помогут куда там лучше вложить деньги там или скажет иди родителям ну что там хотя под проценты там положить деньги то есть машины там вот эти вот эти понты они понятно хочется да вот я тем более длину из простой жизни когда увидел эти деньги получил у меня так получилось что так все и закончилось но надо думать о будущем да вот потом рано или поздно заканчивается закончится но спортом можете заниматься потом до этого еще и но не факт что это ты захочешь там дальше тренировать вообще с хоккеем связывать чтобы у тебя какая-то подушка выглядит какие-то средства и какие-то улечения были вылечения да что ты чем-то не знаю это поэтому надо в детстве учиться тоже про не только хоккеем там все голову забивать но и учебой родителям поэтому огромная благодарность тебе что ты прям поделюсь этим своим опытом я думаю многие посмотрят и задумаются много раз много раз о том что стоит за карьерой хоккеиста не знаю мальчик которым 14 лет или мальчик которым 30 лет и он заканчат карьеру хоккеиста как все это складывается поэтому я надеюсь что может быть у вас есть какие-то истории схожие можете их написать в комментариях мы их там разберем поэтому я думаю обратимся к нашему общему товарищу думаю какую-то там не знаю помощь окажет по как сказать реанимации то что карьера вообще реанимации там жизни скажем на другой путь направить и чтобы у тебя там все сложилось хорошо так что еще раз спасибо что пришел поделился своими историями так что будем на связи что позвал